Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Совет Федерации одобрил поправки в бюджетный кодекс. 148 миллиардов компенсации за экологический ущерб в Норильске пойдут в федеральный бюджет. Вторая волна коронавируса, когда в России ждут новую вспышку инфекции. Выборы в сентябре. В каких регионах голосование могут растянуть на несколько дней? Переменчивая погода и ожидаемый аншлаг в грибных местах. Как провести выходные безопасно? Россия возобновляет международное авиасообщение. Уже с 1 августа можно будет улететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. Вскоре список стран могут расширить. О возобновлении международного авиасообщения сегодня рассказала Татьяна Голикова. Пока самолеты будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Красноярского аэропорта в списке нет, поэтому нам придется путешествовать с пересадками. Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с коронавирусом и вместе с Росавиацией и МИДом каждые две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь. Напомню, международные перелеты запретили с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. И переходим к свежей статистике COVID-19. Сегодня от коронавируса в Красноярском крае скончался трехсотый житель. В официальной статистике за сутки зарегистрирован один погибший, а число заболевших выросло на 134 человека. Таким образом, за все время диагноз подтвердился более чем у 12 тысяч жителей края. При этом более 10 тысяч пациентов выздоровели. Новый антирекорд и в федеральной статистике страна перешагнула отметку в 800 тысяч заболевших. За сутки прирост составил почти 6 тысяч человек. За все время пандемии погибли более 13 тысяч россиян. И вот, судя по статистике, красноярцам рассчитывать на послабление пока не стоит. Первая волна COVID-19 еще не закончилась, но люди уже готовятся ко второй, которая якобы придет в Россию уже этой осенью. Хотя власти уверяют, что эпидемия пошла на спад. Сегодня в этой теме разбиралась Елена Армаз. Елена, что говорят эксперты? Будет ли в России новая вспышка? Или если да, то когда? Да, Оля, сотрудники Роспотребнадзора еще в мае говорили о новой волне коронавируса, которая может прийти осенью. Ну а сентябрь у нас близко, поэтому, наверное, половина жителей крупнейших городов России уже начали ожидать вспышку инфекции. Еще одну. Об этом говорят результаты опроса компании Ванта Групп. Так, 47% жителей российских городов-миллионников заявили, что верят, вторая волна уже на горизонте. И готовятся они к новой вспышке заранее. Откладывают деньги, закупают витамины, антисептики и маски. А вот в том, что второй волны удастся избежать, уверены только 27% респондентов. Среди них, вероятно, оказались и мэр Москвы Сергей Собянин, и президент Владимир Путин, и премьер-министр Михаил Мишустин. Последний, кстати, так и сказал. Второй волны не ожидайте, уже фиксируем снижение числа заболевших. Будет ли вторая волна и так далее. В настоящий момент вы видите, что мы фиксируем снижение, соответственно, заболевших коронавирусом по стране массово. В Москве это примерно 0,3-0,2%, по стране это чуть меньше процента. Но распространение вируса снижается, как снижается также и его вирурентность. Поэтому в этом смысле на ваш вопрос ответ смогут дать ученые, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого. Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. А наша статистика по Красноярскому краю показывает, что явного снижения в регионе пока нет. Ежедневно количество зараженных варьируется от 120 до 140 человек. Тем не менее, на заседании Комитета по охране здоровья и соцполитики глава Краевого распотребнадзора заявил, высока вероятность, что 9 августа, предположительно в последний день действия ограничений, Красноярский край сможет перейти на второй этап послаблений. Хотя полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло уверен, цитата, «раслабляться еще рано, нужно быть готовым к любому развитию событий». Конец цитаты. Об этом он заявил на заседании Краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Эпидемия развивается по своим законам. Поэтому не допустить вспышки, чтобы те послабления, которые сегодня есть, для тех снятых ограничений, чтобы потом не ужесточить режим, не вернуться к ситуации 2-2-3-месячной давности. Это я говорю не только здесь, в Красноярском крае, я говорю и в других наших регионах». В том, что вторая волна возможна, уверенный министр здравоохранения Края Борис Немик. Глава даже дает примерный прогноз. Начнется она в октябре-ноябре, в сезонное время для гриппа, и продлится до февраля. «Какова будет интенсивность второй волны, разные прогнозы даются. Она зависит от наличия популяционного иммунитета. Сейчас мы изучаем популяционный иммунитет. Если популяционный иммунитет будет больше, чем 20-25%, вторая волна будет менее интенсивной». В остальных странах мира тоже, судя по всему, решили не рисковать. В той же условной Японии скоро будут четырехдневные выходные. Губернатор Токио попросил жителей оставаться дома, чтобы не допустить еще одной вспышки. Да и зачем далеко ходить? Накануне власти Карелии ужесточили ограничения из-за того, что в регионе нет устойчивого снижения заболеваемости. Так и получается. Москва говорит, что второй волны можно не ждать, но региональная статистика показывает обратное. Возникает вопрос, почему же регионы такие особенные? Заслуженный работник здравоохранения Вадим Смирнов пояснил, что все зависит от статистики по распространению коронавируса. Да и сам иммунитет от инфекции, по словам медика, еще следует изучить. Насколько будет стойкий иммунитет? Будет ли он на сегодняшний день продолжительным? Когда появится вакцина? Вот эти вот неизвестные, эти неизвестные, они позволят сказать, насколько мы легко будем проходить каждый последующий период сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями. Коронавирус будет присутствовать в определенной доле в каждом из сезонных подъемов заболеваемости. Это всерьез и надолго. Сейчас, по данным главы Роспотребнадзора Анны Попове, иммунитет к болезни есть более чем у 25% россиян. Хотя ранее следователи из лондонского Кингс Колледжа выяснили, что иммунитет от коронавируса держится лишь несколько месяцев. Получается, человек может заболевать им снова и снова, как гриппом. Наши краевые специалисты сейчас изучают анализ жителей региона, чтобы понять, сколько человек уже имеют антитела к коронавирусу. А тем временем глава Федерального Минздрава Михаил Мурашко заявил, что уже в августе планируется начать вакцинацию медиков от коронавируса. Но когда начнется общая вакцинация всего населения страны, пока не ясно. У меня на этом все. Оля. Спасибо. Это была Елена Армас. О возможности второй волны коронавируса мы продолжаем выпуск. Совет Федерации сегодня одобрил поправки в бюджетный кодекс. И 148 миллиардов компенсаций за экологический ущерб после катастрофы в Норильске пойдут в федеральную казну. При этом спикер Верхней Палаты парламента заявила, что возмещение ущерба нужно производить не из налога на прибыль, а из других источников, в том числе из личных средств акционеров. На заседании Матвиенко также предложила направить в Генпрокуратуру письмо с требованием тщательно разобраться в ситуации. Она заявила, контролирующие органы не замечали условий, при которых хранилось топливо. Почему не были приняты профилактические меры? Почему эта авария стала возможной? Кто ее допустил? Все виновные должны понести очень серьезное наказание в соответствии с нашим законодательством. Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие, в современные технологии, в защиту экологии, миллиарды платятся в виде дивидендов, а размер дивидендов больше, чем бюджет Красноярского края? Ужасно стыдно за такие крупные компании, которые живут с сегодняшним днем и не думают, какую природу мы оставим потомкам. Надеюсь, что уважаемые акционеры осознали степень беды, степень своей ответственности и, наконец, займутся модернизацией всех своих производств. Матвенко заверила, что соответствующие комитеты организуют выездное заседание с участием акционеров Норникеля для мониторинга восстановления экологии после аварии. Губернатор Красноярского края сегодня также присутствовал на заседании Совета Федерации. Я очень благодарен депутатам Государственной Думы и членам Верхней Палаты Парламента за то, что при принятии вот этого законопроекта они предусмотрели механизмы, которые означают следующее. Выпадающих доходов для Красноярского края и муниципалитета города Норильска не будет, а те финансовые средства, которые зачисляются в федеральный бюджет, независимо от того, что они имеют теперь федеральную прописку, но работать они должны прежде всего на регион. Я напомню, катастрофа на Норильской ТЭЦ-3 произошла в конце мая. В результате разгерметизации резервуаров, почвы и водоемы попали 22 тысячи тонн дизельного топлива. Полицейские пришли с проверкой к кальянщикам на левобережной набережной. Сотрудники провели рейд на одном из любимых мест для прогулок у красноярцев. На кадрах очевидцев заметно, как к молодым людям подошли сотрудники правоохранительных органов и просят убрать кальяны. В этот момент они находились рядом со знаком «Курение запрещено». В ответ на это предприниматели объяснили, что курят они смесь без табака. «Вы только курение ждете, пока мы уедем опять ночью?» «Нет, просто постоим». «Парни, я им серьезно говорю, мы изымим все. Мы имеем полное право. В прошлом году хоть кто-то один обжаловал под такую?» «Мне не выписывали ничего». Штрафовать предприниматели не стали и вынесли предупреждение. Отмечу, ранее мэрия активно начала бороться с кальянщиками на левобережной набережной. Красноярцев даже призывали не пользоваться услугами кальянов в аренду. Накануне также стало известно, что Госдума приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах. В документе объединили электронные сигареты и кальяны. Теперь на них распространяются такие же ограничения и запреты, как на курение в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах. При этом закон создаст проблему не только к кальянным, но и ресторанам, где кальян идет дополнительной услугой. Если с 2018 года подавать в заведениях можно было только курительной смеси без никотина, то теперь под запретом любые кальяны. Что касается заведений, куда люди шли именно покурить кальян, для них теперь будет отдельная категория, то есть кальяны не будут считаться общепитом. Инкассаторов Сбербанка, на которых напали вооруженные преступники, выписали из больницы, правда временно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой больницы. Сейчас мужчины будут проходить восстановление дома и заодно готовятся к следующим операциям по реконструкции рук. У обоих инкассаторов тяжелые травмы. Медики сначала даже говорили об ампутации рук у одного из пострадавших. Но после врачебной комиссии конечности решено было сохранить. Врачи говорят, что сейчас состояние инкассаторов улучшилось, однако их раны еще заживают. Поэтому повторные операции пока делать нельзя из-за риска заражения. Сколько на это понадобится времени пока неизвестно. Напомню, утром 30 мая на улице Щерса неизвестные расстреляли из ружья двух инкассаторов. Выстрелы пришлись по рукам и ногам. После преступники схватили сумку с деньгами и скрылись на автомобиле ВАЗ. Через несколько дней машину нашли брошенной в одном из дворов. Позже полицейские в разных районах города задержали и самих преступников. Во время обысков у них изъяли огнестрельное оружие и деньги. Часть похищенных средств и пустые инкассаторские кейсы полицейские нашли в Академгородке. И у одного из знакомых налетчиков. В отношении трех мужчин возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас они находятся в СИЗО. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между автомобильными рядами. За это нарушение водителям придется заплатить 3000 рублей. А вот за опасное маневрирование сумма будет больше 15 тысяч. Кроме того, мотоциклистам могут лишить прав на срок до 6 месяцев. Автор законопроекта, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, считает, что именно из-за водителей железных байков зачастую происходит ДТП. Но эксперты и автолюбители уверены, законопроект носит лишь профилактический характер. В западных странах езда на мотоцикле между автомобильными рядами – нормальная практика. А некоторые пересаживаются на байки как раз, чтобы избежать заторов и пробок на дороге. Однако, по данным краевого ГИБДД, только за последние полгода на территории Красноярска и Девногорска поймали более 600 мотоциклистов, которые нарушили правила дорожного движения. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что протестные акции в Хабаровске подогреваются иностранными гражданами. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции. Он рассказал, что сразу после задержания экс-главы края Сергея Фургала хабаровчане выразивили гнев и горечь. Однако, последующие митинги проводятся иностранцами, которые пытаются раскачать ситуацию в регионе, утверждает временно исполняющий обязанности губернатора. Все, что я вижу под окнами последние три дня, у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто, как все это дело организует. Можете поделиться подробностями, пожалуйста? Нет, ну пусть спрашивают, я не стесняю. Можно спросить, все-таки мы в школе, как и ваши дети? То есть это хабаровчане в большинстве, но там очень много иногородних, и есть несколько иностранных граждан. Вы что, думаете, у нас в России нет сейчас иностранных граждан, есть кто-то, остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки? Границы закрылись, они там остались. Также сегодня Михаил Дегтярев заявил, что уедет из Хабаровска на время нового митинга. По его словам, он намерен в выходные отправиться в поездку по региону. Отмечу стихийное шествие в поддержку задержанного Сергея Фургала в Хабаровске проходит 14 дней подряд. Фургала арестовали по подозрению в организации убийства 15-летней давности. После этого президент отправил в отставку. Главу региона и временно назначил на его место депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. После назначения местные жители раскритиктовали Дегтярева. В соцсетях АУН отказался выходить к хабаровчанам, которые устроили акцию протеста в день его приезда в город. Позже он ответил людям в Инстаграм и пояснил, что не уйдет со своего поста. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. В Твиттере Центр избиркома появился новый опрос по поводу трехдневного голосования. Результат, как и в удаленном опросе, большинство проголосовавших высказались против. Напомню, ранее ЦИК уже запускала подобный опрос на следующий день после принятия соответствующего закона. Но результатом в комиссии, судя по всему, остались недовольны после того, как 93% опрошенных высказались против процедуры. Как позже заявила глава Центр избиркома Элла Памфилова, она считает опрос в соцсетях нерепрезентативным. Якобы он отражает не мнение граждан, а соревнования, у кого больше ботов. Правда, потом Памфилова свое мнение поменяла и сказала, что удаление первого опроса было ошибкой, поэтому его решили вернуть, а точнее создать новый. Якобы аккаунтом в Твиттере занимается девушка, которая испугалась нецензурных ответов, хотела удалить их и по ошибке удалила опрос. Памфилова об этом и якобы не знала, и попросила опрос вернуть. Цитата. На всеобщее счастье. Конец цитаты. Хотя от того, россияне или нет, трехдневное голосование на региональных выборах может пройти уже в ближайшем сентябре. Об этом сообщит РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Центрозбиркому. Об этом в Комитете по контролю и регламенту ранее говорили, что поправки не будут распространяться на единый день голосования, потому что кампания уже запущена. Единый день голосования запланирован на 13 сентября, но в некоторых регионах голосовать могут начать уже с пятницы 11 числа. В 18 регионах запланированы прямые губернаторские выборы, 11 субъектов будут выбирать депутатов ЗАГСобраний, в 22 городах пройдут выборы городских дум. Что касается Красноярского края, у нас осенью будут выборы в органы местного самоуправления, а Ачинскому району предстоит со своим представителем в Законодательном собрании края. Я напомню, что поправки к избирательному законодательству Госдума одобрила 21 июля. Теперь новый порядок проведения голосования должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. В Красноярске выбирают лучшего застройщика. Конкурс на самых инициативных и надежных строителей проходит в городе уже 10-й год. Однако в этот раз условия усложнили. Помимо экспертов, оценивать работу стали и сами жители новостроек. Подробности в сюжете далее. Вот смотрите, ребенка отсюда просто не оторвать. Я даже не догоню ее сейчас. Маленькая Вика всегда с удовольствием играет в большом и безопасном дворе своего дома. Въезд для машин здесь запрещен. Семья девочки живет в жилом комплексе на Апрельской 4. Сейчас застройщик этого комплекса участвует в краевом конкурсе на самое комфортное благоустройство. Помимо надежности самой новостройки, комиссия оценивает озеленение, а также качество спортивных и детских площадок. В этом году условия конкурса ужесточили. Теперь помимо просто выездной комиссии, эксперты оценивают и число жалоб от жителей, которых в этот раз практически не оказалось. Когда мы покупали здесь квартиру, я приезжала в гости к друзьям. И первое, что мне понравилось, это благоустроенный двор. Потому что, как для матери двоих детей, без пяти минут троих, очень важно, чтобы были красивые, хорошие, качественные качели, карусели. У нас детки бегают, у них глазки разбегаются. Все всегда очень довольны. Осталась довольна и выездная комиссия. Всего эксперты сегодня побывали на пяти объектах. В стройнадзоре говорят, что в этом году застройщиков, которые хотят побороться за звание лучшего, стало меньше. Все из-за новых условий. Теперь в этом процессе, помимо выездного мероприятия, оценки комиссии, одна составляющая. Потом используя информационные системы нашей базы, там предписания, нарушения, мы анализируем вот эту составляющую. Вторая критерия появляется. И третий критерий – это, допустим, наличие обращений и претензий в управляющие компании, которые эксплуатируют этот жилой дом. Какие у них были претензии, как застройщики реагируют, безусловно, на исполнение гарантийных обязательств. И немаловажно, наверное, один из ключевых. Мы оцениваем дополнительно еще жалобы. Еще одна номинация конкурса, в которой участвует этот же застройщик, находится по соседству с Апрельской 4. Это жилой комплекс «Апрелевка» от того же застройщика. Новоселам здесь обещают дворовое пространство, комфорт-класса. Мы сделали очень комфортное, благоустроенное пространство. Закрытый двор, защищенная территория, система видеодомофонизации 2.0. Еще большим плюсом и, наверное, изюминкой нашего комплекса будет являться то, что у нас есть пешеходный бульвар. Пешеходный бульвар по всему жилому комплексу. Мы планируем здесь совместить привлекательную цену с двором комфорт-класса. В планах у компании создать единый комплекс из шести домов. Въезд здесь также будет ограничен для посторонних. А входы в подъезды оформят по индивидуальному дизайн-проекту. Дмитрий Шхузин, Сергей Токарев, Новости ТВК. Всем привет! Вы смотрите «Песочницу» на ТВК. Проект, в котором мы проводим ревизию практически всех городских дворов. Ну, по крайней мере, во всех районах. Наша цель – посмотреть, как живут красноярцы, что у них расположено прямо под носом. Ведь много кто песок в этом году увидит только в песочнице. Их-то мы вместе с благоустройством дворов и проверяем. Сейчас мы находимся в центре города, в его историческом центре. За моей спиной двор по улице Обороны 2А. Чем он примечателен? Здесь некоторое время жил бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Живет ли сейчас, я не знаю. Но на этот двор все равно интересно посмотреть. Вот и песочница. Добрый день! Здравствуйте! Сегодня свежий песок подвезли или что вы делаете? Нет, почему? Скопал. Как вам благоустройство двора? Ко мне чудо-чудо. Я тут убрался и все. А зачем вы перекопали песочницу? Чтобы песок был пышнее? Ну он же твердый становится. Со временем. Здесь, согласитесь, классно было бы установить грибок, чтобы он не мог под дождем. Не знаю. Как скажут, так и сделают. Спортивные снаряды. Турник в каждый двор. Помните, вот он. Здесь и есть, пожалуйста. Вот какой-то элемент благоустройства. Колодец. Зона, наверное, барбекю. Голубям, по крайней мере, нравится. Детская качеля. Без каких-либо деревянных сидушек. Просто железная. Вся раскосая такая. Но сама конструкция стоит крепко. Надежно. Есть даже елочки. И даже, если я не ошибаюсь, кедр попытались здесь посадить. Хотя кедр, наверное, в центре города будет растить тяжеловато. Что это? Это не покрышки? Я надеюсь, что это не покрышки. Нет. Это бетонная конструкция. Красивая. Не кажется, что здесь ухожено. Кажется, что это все как-то растет само собой. Здесь пыли от дорог нет, так как двор закрыт со всех сторон домами. И можно свободно себе позволить, наверное, угоститься самой вишенкой. Правда, тут тля. Спелая. Не кислая. Вкусная. Как вам благоустройство? Никак. Все, что природа сделала, то и есть. То есть особо ничего здесь никто не делает. Хотя на самом деле можно сделать сказку. Кто должен это делать? Управляющая компания только? Или все-таки жильцы тоже должны как-то прикладывать к этому усилию? Что значит должны? Не должны, а просто есть желание. Почему нет? Есть время с удовольствием. Но когда это как-то с двух сторон обоюдно. Но если с другая сторона ничего не делает, ну почему бы самим не сделать? И мы там уже огород, короче, засадили. Малину, смородину, тыквы. Какая-то инсталляция. Что она означает? Что это такое? Я понять не могу. Что это? Трубогиб. Да, его еще украсили теперь веточками с какалкой. И заиграл новыми красками бывший инструмент, бывший станок. Согласен с местными жителями, сделать здесь можно много. Главное как-то к этому проявить инициативу. Но то, что мы сейчас видим, отсутствие инициативы пока что. Ни с той, ни с той стороны. Это факт. Поселок Энергетики, улица Львовская. Сюда нас пригласила телезрительница. Зоя Никитична позвонила в редакцию ТВК и рассказала, что возле дома 21А площадку в свое время детскую строил Пимашков. Мы, к сожалению, этой площадки не нашли. Видимо, в нулевых она была построена и не дожила до сегодняшних дней. Зато нашли более свежий детский городок. Сейчас мы сделаем обзор на него, найдем песочницу. Но перед этим я бы хотел обратить внимание. Посмотри, как красиво жильцы оформили балкон первого этажа. Во-первых, любят цветы. Во-вторых, любят других людей, своих соседей. Дарят им эту красоту, развешивая все на фасаде. Итак, здесь детская площадка выглядит, на первый взгляд, достаточно прилично. Здесь прорезиненное покрытие. Как детский магазинчик, где, помните, мы с вами считали счетами. Но здесь все-таки рискнули и песок насыпали. Но вот в чем проблема, он отсюда высыпается и по всей площадке расходится. А вот, посмотрите, бездомный пес гуляет прямо среди ребятишек. Нечипированный, значит, не был отловлен. Состояние детского городка, ну, удовлетворительно, если можно так выразиться. Единственное, что, посмотрите, он уже зарос травой. Здесь не пололи, не убирали. Здесь есть огромная территория, которую тоже неплохо было бы благоустроить. Вот там вдалеке бурьяны, гаражи. Все это можно было бы использовать для прогулок. Здесь бы поставить еще пару качелей хороших, нормально, для детей, для маленьких. Потому что это качели чересчур опасные, потому что с нее сколько раз дети падали. Вообще, в принципе, та детская площадка, которую мы с вами увидели, она единственная, как мы поняли, на несколько дворов. А вот и самое интересное, к чему мы подошли. Просто, Сергей, без комментариев, просто покажи. Добавить просто нечего. Здесь у нас для бичей место. Прямо специально отвели, да? Смирально, наверное, да. Только не знаю, кто. А почему не прибирают? Не знаю. Каждый раз ходим в магазин. И каждый день, каждый божий час, и минуту, и ночь, и днем. Вот такой у нас порядок здесь. Вот, наверное, как раз та самая детская площадка, которая строилась в нулевых, про которую рассказывала нам телезрительница. Давайте посмотрим. Ну, вот здесь действительно, смотрите, зеленая зона, казалось бы. Можно было устроить парк, если бы взяться за это место. Но вон там лавочка, как выразились местные жители, для бичей. Здесь, видимо, тоже. Детский городок образца нулевых годов. В запустении, в грязи. И уже наверняка не очень безопасный. Но даже я одной рукой могу раскачать эту горку. И, наверное, ее свернуть, если захочу. Что это такое? Ну, насколько я понимаю, это трос, на котором можно буксировать автомобиль. Но из него придумали качели. Какие-то навесы сделали. Я так понимаю, что что-то это как качели. Вот у меня ребенок приспособился и стал качаться. Здесь, конечно, негде с детьми погулять. Объективно. Да, вы сами видите, что дома старые. Вот там раньше было, в том направлении была детская площадка. А теперь, получается, только через вот там дом. Поэтому ждем обустройства. Жители ждут обустройства. Первый выпуск проекта «Песочница» мы показали накануне. И уже сегодня получили результат. Во дворе на Свердловской, 57, начали ремонтировать площадку. На кадрах от подписчика рабочие красят крышу. Проект продолжается. Но мы надеемся, что управляющие компании сами возьмутся за благоустройство, не дожидаясь съемочной группы новостей ТВК. И продолжаем тему родительства. Проблемы с детскими садами. Депутаты Красноярского гурсовета просят мэра увеличить количество дежурных групп в садиках или вовсе открыть учреждения в обычном режиме. Причина тому – многочисленные жалобы родителей, которые уже работают и не знают, с кем же теперь оставить ребятишек. Напомню, детские сады закрыты с конца марта. Дежурные группы есть не везде. Да и количество мест там ограничено. Однако в мэрии говорят, что вопрос открытия детсадов принимается на уровне краевого правительства. Единственное, что может сделать город – открыть дополнительные дежурные группы, как уже сделали, например, в Северном. Там с 22 июля открыли дежурные группы в 13-м садике. В мэрии говорят, что сейчас подобные группы посещают почти 3 тысячи детей из 4,5 тысячи воспитанников. Если кому-то нужны дополнительные места, в мэрии предлагают обращаться в управление образования. Все заявки там рассматривают. И если семья подходит под требования, ребенку найдут место. На острове Татышев начал работать кафе «Дом у озера». Холдинг «Белени Групп» открыл стритфуд-кафе недалеко от Вантового моста. Заведение работает на вынос. Вокруг здания установили летние террасы с навесом. На втором этаже расположились уютные сидения. В меню, как и есть, пицца, также салаты, сэндвичи, кофе и авторские чаи. Особенностью кафе стала система «Ту-гоу». Работу кухни оптимизировали, и в кафе ждут красноярцев, которые решили очень быстро перекусить, пока гуляют или катаются по островам. Заказы обещают готовить быстрее, чем в других ресторанах. Сейчас кафе работает без выходных с 9 утра до 10 вечера. Отмечу, управляющими в кафе стали студенты Института гастрономии. У нас обучение построено на 50% теории и 50% практики. И вот мы с первого курса проходим практику в заведениях. И к четвертому курсу мы уже стали готовы к тому, чтобы принять такое полноценное участие в создании, в развитии, в управлении заведения. Маршрут номер 99 на целую неделю изменится. Фотографии красноярского ученого опубликуют в Википедии. Подробности в рубрике «Новости коротко». С завтрашнего дня 99-й автобус изменит маршрут. До 1 августа со стороны Октябрьского моста автобусы будут ходить по следующей схеме. Улица Перенсона, Мира, 9 января, улица Карла Маркса. Далее по привычной схеме движения. Из маршрута исключается остановка музея имени Сурикова. Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы на перекрестке улицы Парижской коммуны и Карла Маркса. Красноярец победил в конкурсе фотографии для Википедии. Это снимок аспиранта с ФВУ Бориса Лобастова. Он собрал спектроскоп из пищечного коробка и DVD-диска, а фото отправил на конкурс «Снимай науку». Сообщается, что там участвовал 561 автор со всей России. Победители выбирали из более чем 3000 работ. Снимки победителей будут иллюстрировать научные статьи Википедии. В Новосибирском зоопарке появились на свет 16 детенышей краснокнижного манула. В последнее время там окатились сразу три самки. У одной было три котенка, у другой пять и у третьей сразу восемь. Посетителям показали редких зверьков только сейчас. Как отмечают эксперты, особую опасность представляют манулам даже не браконьеры, а простые люди. С ростом населения планеты сокращается ареал обитания манулов. Погода на предстоящей неделе будет переменчивая, красноярцев ждут дожди. Зато сейчас самое удачное время, чтобы выходить в лес за грибами. Как сделать это безопасно, расскажет начальник отдела мониторинга Центра управления в кризисных ситуациях Краевого МЧС Артур Уколов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Погода на предстоящей неделе будет переменчивая. В большинстве дней данного периода местами небольшие дожди. В отдельные дни умеренные грозы. Температура воздуха будет прогреваться до плюс 20-24 градусов. За неделю в Красноярском крае произошло 107 пожаров. В них спасено 2 человека. Причиной большинства происшествий стала неосторожность при обращении с огнем, а также неисправность электричества. Просим вас не нарушать правила пожарной безопасности и следить за исправностью электроприборов. Несмотря на дожди, в крае ежедневно регистрируются новые очаги природных пожаров. Хочется напомнить, с начала года уже произошло почти 1150 лесных пожаров. На площади более 271 тысячи гектаров. Поэтому мы призываем красноярцев быть аккуратнее на природе во время отдыха. Не разводить костры. В крае действует особый противопожарный режим. И введен режим чрезвычайной ситуации в лесах на всей территории Красноярского края. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц составляют до 5000 рублей. С начала сезона уже возбуждено 2348 дел об административных правонарушениях. Уважаемые зрители, в начале этой недели в Краснотуранском районе спасателям удалось предотвратить несчастный случай на воде. Двое взрослых родственников разрешили 12-летней девочке прокатиться на резиновой лодке в районе Тубинского залива Красноярского водохранилища. Но ветром ее унесло от берега. Искать пришлось спасателям. Просим всех уделять больше внимания безопасности детей на отдыхе. Не разрешайте детям плавать в непогоду на открытых водоемах, на матрасах, лодках или в кругах. Это может привести к трагедии. Дожди и теплая погода способствуют росту грибов. Многие жители Красноярского края планируют на выходных так называемую тихую охоту. Мы просим вас соблюдать правила безопасности в лесу и всегда предупреждать родных и близких о том, куда вы поехали и когда планируете вернуться. Берите с собой полностью заряженный телефон, спички, нож и небольшой запас воды и еды. Если потерялись, не паникуйте. Сразу звоните на телефон 112. МЧС желает вам хорошего и безопасного отдыха. Уважаемые телезрители, смотрите прогноз чрезвычайных ситуаций на телеканале ТВК на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok